всем привет дорогие друзья мы продолжаем играть салон хилл это первая часть мы с вами остановились школе и скорее всего нам нужно спуститься во двор и найти медальон для часовой башни там не хватает медальона с изображением солнца что-то нужно с этим сделать я посмотрела что нам нужно сделать школе нам нужно отправиться в химическую лабораторию там уже с вами будем смотреть там должны найти либо медальон либо какой-то предмет связанный с часовой башней можно спуститься вниз на первый этаж нам нужно зарядить пистолет спустимся вниз мы внизу или нет они от на первом этаже нам нужно на второй этаж подняться наоборот я здесь не было чему-то я не помню этот момент морганальда гордон это должно быть список учителей тут какая-то записка написано кровью алхимическая лаборатория злата в руке старика и грядущая скрыта в блане его лишь на заводу мудрых злата свое он отдаст подсказку мы с вами пропустили еще здесь надпись тьма это тьма что приносит удушливое пекло треск пламени тишину разрывая будет голодного зверя времени дверь откроет добыча ему приведи и фотографии какие-то написаны тоже кровью место звуков и песен на серебряный знак голоса скрывая безмолвный их пробуди в порядке как я предписала здесь какая-то дверь есть странная картина на картине заворожена дверь а не знаю кто ее нарисовал но у него явно дурной вкус наверно за этой картины может быть какой-то проход чем у меня чувство доживил здесь немного патронов к пистолету надо взять их есть пока больше ничего важного нет вполне возможно нам нужно будет сюда вернуться что-то связано с этой картиной поднимаемся в химическую лабораторию как мы туда поднимаемся нам нужно выйти коридор где-то здесь должна быть химическая лаборатория давайте проверим так и куда нам дальше я уже здесь была и заходила сюда вот эта дверь это и есть химическая лаборатория здесь была что я там не нашла оказывается пропустила а нет нет пропустила правда не было не знаю что это такое голова животного а нет это рука скульптура старческой руки и пальцы цепка впереди медальон как бы не желая его отпускать нам нужно разжать эту руку ну как вот там кстати патроны может быть из пистолета выстрелить так здесь у нас тупик ну как нам не рожать то чем скот скот мы мы были здесь нет дистиллированная вода не нужно говорит это химикат возьмем нету больше ничего глюкоза мне она без надобности с этой стороны что у нас можем выйти может этот химикат нам и нужен честно я вздрогнула из темноты лезла это непонятное что то я просто расстроилась из-за того что у меня скайрим не запустился нет он у меня запустился опять с той же проблемой поэтому так у тебя же есть глюкоза или ее надо взять из инвентаря соляная кислота найдена на складе почему я не могу и применить может надо с чем-то и перемешать с водой например почему-то вода не взял мы вернемся сказал что она ему не нужна ничего что привлекло его внимание бери говорит не нужно да как ничего полезно блин посмотри повнимательнее но возвращаться обратно на первый этаж так с чем то ее надо перемешать или в чем то с чем то или в чем то не хочет использовать я подумал может быть вылить эту кислоту на руку зачем нам смешивать ее с водой наоборот чтобы было более концентрированное чтобы был более концентрированный эффект так может быть в прошлый раз не хотел использовать почему то теперь мы можем получить медальян золотой медальян взять его до взять и вернуться сохранится нам нужно вниз медпункт медпункт это куда мы можем кстати здесь спуститься тут тоже лестница поблизости до до нам нужно пройти здесь и через какую дверь то так это у нас туалет женский мужской через эту по моему да там и в прошлый раз тоже открыто было заходим и проходим что там было написано то надо еще раз прочитать так это мы сделали лохимическая лаборатория второе где нас куда нас направили треск пламени тишину разрывает а какая комната голодного волка может здесь есть столовая класс фортепиано класс музыки кто по моему счету про класс музыки было написано так это что лежит такое примет какой то не знаю так а мы идем сохраняться да с вами медпункт он он и и давайте тогда отправимся во двор ставим этот медальон и там видно будет вставляй золотое солнце давайте посмотрим теперь что изменилось дверь башня заперта 12 часов написано на башне это я посмотрела прошлый раз и не смогла здесь найти ничего полезного где-то здесь на должен быть класс фортепиано класс музыки нет я здесь тоже была на не в то время не в то время когда нужно некоторые клавиши из пачка накроем какая-то правильная комбинация здесь должна быть да я не открою там ведь написано было инструкции да но я сама бы так не хочу готовить в 6 5 в 5 теперь мы с вами взяли еще один медальон серебряный нужно его установить заказать еще подвал его найти медальон забираем с собой сказка безголосых птицах взлетает в первом алчный пеликан что жаждет больше всех награды бьет воздух белым он крылом а тихий год обогнал его и мимо пеликана пролетел так далеко как только мог в этом есть мораль некую кто яростно жаждет и бьет кулаками по воде думаю что она лучше тихого голубя который обладает большим талантом и может обогнать его что пеликан даже не заметят этого и вслед им черный ворон парит он выше в голубя чтобы показать что он сильнее за ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей после всех ленивая ворона садится только лишь вылетев зевнувши мирно засыпает кто птицам путь определит кто голоса дать безголосом кто больше птиц награды ждет серебряные награды но мы получили уже награды мы получили медальон который нужно поставить на место нам нужно вернуться так как же быть можем здесь пройти быстрее будет и спуститься вниз установить уже этот медальон у меня то лучше не так сделать пройдем лучше здесь почему а куда второй делался то я его издалека убила мне казалось я в пустую потратила патроны так устанавливаем еще один медальон серебряная луна серебряная луна я пробовала спуститься подвал но он был закрыт я думаю что это дверь бесполезна оказывается что она должна открыться в свое время вот она как-то нет тогда у меня закончились идеи бойлер на этом где вода что ли а как нам туда попасть а там есть лестница вниз оказывается еще в подвал но она находится не здесь с другой стороны надо обойти я думала что одна общая лестница ведет туда куда нужно оказывается есть еще одна которая ведет в подвал надо пройти с другой стороны вот она замок заклинило говорит внутри ничего нет ну если заклинило как я могу попасть туда а тут еще одна дверь оказывается да судя по всему сломано надо починить здесь есть кнопка да конечно нажать надо крутить эти вентили вентили намертво закручен я даже пришелить не могу он понятия не имеет для чего это лучше я не буду трогать ни один из них по-моему здесь как раз главная героиня в фильме пряталась от палача сломано я только что починила по-вашему нет он работает обратно вернуться и 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 ох и и и еще дальше Ну, работает это место. Тут есть что-нибудь неиспользованное? Кто-то эти пилюли раскидал. Мы с другой стороны вышли? Нет, все правильно сделали. Где я? Я здесь уже был? Таинственного треугольника. Вот не припомню, чтобы раньше здесь такое было. Со змеей? А это звук, кстати, палача. То есть музыка изменилась. Куда же теперь идти? Двор. Ну, к вопросу. На выход, что ли, идем? Что я здесь ничего не нашла? Мы спустили с вами в шахту. Жуки или тараканы? Гигантские. Так, дайте посмотреть на карту. Я вроде бы в школе, но не в школе. Сейчас в подвал, что ли, иду или в другом измерении нахожусь. Так, с какой стороны зашли? Блин, не знаю. Пустота какая-то. Еще одна дверь. Комната страха. Что это такое? Возьми. Возьми себя. Это резиновый мячик. Не знаю, зачем он. Обезбавленная кукла. Прибит к стене. Прибит к стене. И не одна. Так, ну я знаю, что это сцена с палачом. Должно быть идти. И мне это все очень нравится. Сокрыто. Да-да. Именно так. Что у меня с лечением? Пока все хорошо. А с патронами? Назовите. Стойка лечения раскиданного. Мы ничего не можем взять из этого. Подберем аптечку. Что нам тут нужно сделать? Тут дыра в полу. Не знаю, зачем это нужно. Огромный вентилятор. Если дойти слишком близко, может и затянуть. Но тут же и так подошел слишком близко. Нет, начинала. Я вообще не знаю. Я в другом измерении, по ходу дела. Не ориентируюсь по карте. В шкафчике ничего нет. Это что-то лежит. Карточка с картинкой. Не знаю, зачем она. Но нужно взять. Пригодится. С сейвами, я скажу вам, туго. Очень. Тут еще одна дверь есть. Стреляю, стреляю. Он все равно дошел до меня. Что здесь еще полезного есть? Дверь. Еще одна дверь. Еще одна дверь. Еще одна дверь. И не одна. С другой стороны можем выйти. Нет, она закрыта. Через эту можно выйти. Что-то лежит. Да. Закрыто. Эта дверь открывается? Тоже закрыта. Ну как, у вас есть много? Там еще вдалеке я вижу один одинокий голубь. На карнизе за окном. Смотрит на меня, стучится в дом. Вот это да. Тут красота. Патроны. Патроны. Это хорошо. Все удобства. Дима на качелях. Романтика. Сэр. Мы зашли сюда за патронами. Что это? Это сейчас она дверь. Как раз та нарисованная на картине. Есть и это и дверь. Здесь нет ни замочной скважины, ни даже ручки. Немного поддается при толчке, но открываться не желает. Что это? В центре двери есть узкая горизонтальная щель. Зачем она нужна? Это ты мне, друг, скажи. Тебе виднее? Я ведь ничего не увидела. Что увидел там ты? Полезного. Это да. Мне кажется, вы запоздали с сейвами. Думаю, пора мне блокнот твой дорогой любимый подбросить на удачу. Заклинило. И туда тоже нельзя. Можешь тогда по веревке и не спустишься. Ты у нас смелый. Нет? Что с этой коляской? Ампула, да? Конечно. Взять. Не знаю, с чем проблема. Ну, я думаю, что пригодится. Позже разберемся. Так. Там, видимо, нам делать нечего. Надо идти дальше. Конечно, открыто. Мы же сюда заходили. И тем же путем. А нет, мы вышли наружу. Давай обратно. От этой приятной музычки мне как-то некомфортно. Я себя чувствую. Нет. Точно не сюда. Зачем нам ампула? Так, закрыто. Значит, нам не в эту сторону. Через эту дверь мы вышли. Так. А вот эту дверь мы не проверяли. Тут же была дверь. Разве нет? Да. Я и там, и там была. Я запуталась. Будь здоровы, я. Заклинила. Не открывается. Не туда, не туда. Здесь тоже заклинило. Значит, здесь все мы осмотрели. А это что за дверь? Зачем нам ампула? А где она, кстати, была та таинственная дверь? Потайная. У меня что-то уже напрягает эта тьма. Хочу уже, чтобы день наступил. Блин, который раз уже пытаюсь туда попасть. Нет, не в эту дверь. Неправильно. Вот сюда. Надо сюда. Вот и блокнот. Сохраняемся, что ли, с вами? Ребята, ну что ж, нам нужно с вами найти способ, как пройти через ту таинственную дверь. Мы с вами сейчас находимся в другом мире, в другом измерении, после того, как мы нашли два медальона и часы перенастроились на 5 утра. То есть, мы сейчас находимся в той же школе, только в другом измерении. Без подсказок я бы долго, конечно, здесь блуждала по игре. И карта эта расплывчатая меня немного напрягает, чтобы искать стульет. То есть, да, я посмотрела, как нам быть дальше. Я думала о том, что нам нужно вернуться. Я забыла вообще, где находится эта дверь таинственная. Она должна находиться у нас где приемная. Там у нас стрелочка, кстати говоря. Вот, нам нужно сейчас туда вернуться, мы находимся рядом. Давайте попробуем вернуться туда. Здесь вроде я все взяла. А нет, не все, что-то не взяла. Лечебные настойки это нужная вещь. Здесь даже на легком режиме сложности. Как видите, мне нужно подлечиться. Я подумала и решила, скорее всего, второй саундхилл. Я тоже буду проходить на легком уровне сложности, чтобы быстрее пройти игру и не отвлекаться. Опять же, там может быть чуть-чуть получше графика, но тоже будут некоторые сложности из-за того, что старая игра. Я думала пройти Dreamfall. Еще один квест. Первую часть я проходила, но я проходила давно. Можно будет пройти, я думаю, что есть такая возможность. Да я бы и вторую прошла. Я еще хотела Сибирь третью пройти. Первую-вторую часть я не буду играть. Но я пока не хочу этого делать, потому что год-два назад я проходила заново этот квест и мне не хочется. У меня это будет в тягость. Если бы я этого не делала, то я бы прошла заново на своем канале. А в третью часть я не играла. Третья часть относительно недавно вышла. Там год назад все проходили. Это я в курсе. Даже, кстати, с такой графикой игра держит напряжение. Мы ходим с фонарем в темноте и не видно, кто может оказаться в конце коридора, но здесь нас музыка предупреждает. То есть я в курсе, что здесь кто-то есть. И здесь есть фильтр встроенный, который делает изображение чуть лучше, как раз-таки без тех косяков, про которые я говорила в самом начале в заставке игры. Чтобы вместо того, чтобы показывались зеленые и красные пятна, был однотонный черный цвет, какое-то плавное затемнение. То есть здесь есть встроенный фильтр, но с ним у меня программа отказывается просто записывать нормальное видео. И поэтому я сейчас немного переживаю, что у меня вообще запись идет. Потому что я уже несколько раз вышла, эту заставку перемотать нельзя. Каждый раз, когда сохраняешься, заходишь в игру, нужно ждать, пока эта заставка пройдет. Чисто альтапнуться и потом зайти не получается. Потому что запись игры идет после того, как нужно сделать так, чтобы появился значок для записи программы. А эта кнопка здесь связана как раз-таки с этим дурацким фильтром. Это такая проблема. И давно бы уже записала еще две серии, но меня реально это напрягает. Поэтому каждый раз вроде бы хочется пройти игру, хочется и бросить пасту. Уже который раз. А вот эта дверь таинственная. Нам нужно взять желтую карточку в инвентаре, чтобы пройти туда. Эту карточку мы нашли в классе. Это ключ. После чего я должна, наверное, еще кое-куда наведаться. Это я подсмотрела в прохождении. Опять же, по той причине я не хотела ходить тут кругами и усложнять себе задачу. Нам нужно с вами сходить в мужской туалет. Я там уже была в нормальном режиме. И забрать здесь должен быть дробовик. Так я не люблю смотреть подсказки. Есть такая особенность. Когда начинаешь смотреть подсказки, тебе уже не хочется лишний раз подумать. Это есть такая функция в квестах. Когда выбираешь уровень сложности выше среднего, там не появляются подсказки и не накапливаются подсказки. Кто играл, тот знает. И из-за этого ты лишний раз будешь думать и напрягаться, чтобы пройти игру. Когда есть возможность посмотреть, ты расслабляешься. Но мы с вами проходим игру не для того, чтобы я тут мучилась с этими загадками, а для того, чтобы пройти игру. Потому что фильм снят по игре и мне было интересно. Тем более, это не ПК-шная версия, она для приставки. Но есть возможность давно уже поиграть на ПК. Есть такое счастье, некоторые игры можно играть на ПК, а те, что на приставках старые. Я думаю, что эта тварь сейчас сможет ожить. Но нет. Если бы графика была лучше, я бы больше, конечно, пригласила. Здесь есть дробовик и нам его нужно взять. Я думаю, что это на тот случай, когда мы встретим с вами палача. Давайте проверим, есть ли у нас патроны к дробовику. Светится в темноте, резиновый мячик детский взяли, я пока не знаю зачем. У нас есть 6 патронов. Я думаю, что это нужно оставить на тот случай, когда мы встретим с вами какого-то более сложного противника, палача или еще каких-то существ. Как видите, даже на легком уровне сложности мне приходится несколько раз с них стрелять, минимум 4 раза. А если еще они прицепляются к ноге и падают, еще их на земле добивая ногой. То есть это на легком уровне сложности. Это такие вот игры были раньше, да? Это говорят о том, что мы тупеем и программу в школах упрощают. Ну и с той программой. Если говорить о математике, мне было тяжеловато. У меня больше правый полушарий работает, связанный с творчеством и образным мышлением, воображением, интуицией. Ну, исходя из того, что я слышала... Ну, в общем-то, я не хочу говорить про школу. Это не та система, по которой нужно обучать детей. Вкратце, да. Просто я так сказала. То, что ее упрощают, потому что люди тупеют, люди учатся лайкать. Да, и кликать своим андроидом упрощенным функциям. Видимо, что заставляет наш мозг расслабляться в какой-то степени. Простыми словами, если говорить. Подождите, а я нахожусь рядом с... Я в мужской туалет первый раз зашла. А это... Это и есть мужской. Я здесь взяла патроны. Я хотела еще в женский зайти. В это возмерение. Какие-то насекомые странные. Какая-то комната огромная. И мы здесь уже были. Я просто интуитивно следовала по игре и не смотрела на карту. У меня пропало настроение. Я сейчас перезапустила игру. Это я записывала вчера. То есть я кусочками такими склеиваю прохождение. Поэтому мне там не хотелось уже думать. Смотреть на карту, куда идти. Вот. А сейчас я набрала силы и решила все-таки пройти игру. Потому что я хотела это сделать. Куда нам теперь-то надо? Обратно что ли вернуться? Что-то я блуждаю. Я тут блуждаю по этому коридору. Давайте попробуем. Я же ту дверь открыла. Но я вообще вернулась за дробовиком. Не просто так. Думаю, что она мне там пригодится. Так, ну что ж. Сейчас мы с вами идем. Посмотрим, что у нас с лечением. Ну вот они прицепляются к ноге. Не наносят режущих ударов. У них в руках нож. Если можно разглядеть через такую графику. Как видите, он уже не ярко-зеленый. И там еще какой-то жут был страшный. Гигантский радиационный таракан. Видите, тут должна быть дверь открыта, наверное. Почему ты не можешь зайти там? Тут вроде как есть поворот. Мне так кажется. Я нажимаю взаимодействие, он ничего не открывает. Так, конечно, сложно разглядеть. Но для тех времен, конечно, это было счастье. Уже есть анимация, такие заставки. Да? С другой стороны они... Это я с какой стороны вышла? Подождите. Где я нахожусь-то я чуть не поняла. Я только что была здесь, по-моему. Да. Я просто заблудился из-за этой камеры. У меня тут смущает, кстати, все равно что такое. А, отсюда я пришла. А рядом еще одна дверь. Что ли, что ли? Вот знаете, что напрягает? Так я здесь уже была. Ну, эта тварь может, кстати, ожить. Напрягает то, что когда я захожу, я сразу же не вижу, что передо мной. То есть я по звуку, по определенной музыке определяю, что здесь есть кто-то в помещении. Да? И стреляю уже наугад. Он автоматически прицеливается, когда я зажимаю. Ну и таким способом я вроде как избегаю той участи, что могу погибнуть здесь без охранки. Знаете, здесь это так влом перепроходить. Потому что здесь приходится ведь собирать заново все предметы. Тут в определенных точках только можно сохраняться. Ну, что я вам рассказывать. Если кто играл, в эту игру проходил, тот должен быть в курсе. А нам, наверное, нужно пойти в ту дверь, которая заблокирована. И с той стороны там есть еще вот эти существа. То есть мы, конечно, могли бы их избежать и не идти навстречу приключениям. Но, кажется, там, где у нас не зачищена местность, комната какая-нибудь, там определенно... Туда определенно нам нужно идти. Там должно быть какое-то продвижение по игре. Как мне туда вернуться-то? На ту сторону в класс нам надо вернуться. А я могу так пройти? Можно, в принципе, по-моему. Нет, я только что здесь была. Сейчас пройдем тогда на ту сторону. Вернусь я. Нам нужно на ту сторону в класс, наверное. Как-то странно. Мы вроде бы... Мы здесь уже были и не проходили через эту дверь. В смысле мы сюда вернулись? Ну, я изначально уже попала в этот странный мир, Silent Hill. Что нам дала эта дверь? Я что-то не понимаю, честно сказать. Немножечко. Я запуталась. Давайте попробуем выйти, и я зайду в класс. Если что, нужно будет вернуться в приемную и находятся... Дверь у нас тут тупик, как видите, заблокирована. Что нам дала эта дверь? Я пока не поняла вот. Как-то вот нам надо пройти туда. Может, через эту дверь? Заклинило, говорят. Вот этот звук, он меня напрягает, потому что он ассоциируется с палачом из фильма. Знаете, даже в старенькой игре это заставляет понервничать. Из непроглядной тьмы, когда ты не видишь. К тем, что ты привыкаешь к существам, да, они тебя уже так не страшат. А те существа, которые ты еще не видела, да, то есть это говорит о том, что нас пугает неизвестность. Ко всему можно привыкнуть. Ну, я была в том классе, я не знаю, что там. Крести какой-то. Надо проверить то место. Это на улицу выход, что ли? Ммм, блин. Сейчас какую-то дверь надо выйти, но... Наверное, через эту. Как-то далеко я ушла. Такое чувство, как будто я хожу кругами. Это выход в главный... Это во двор выход, да? Я не знаю, я уже была там, дверь открыла, использовала эту карточку. И здесь я, по-моему, была. Это место, оно меня еще больше пугает. Сейчас так сказать. Огромный вентилятор. В общем, если близко подойти. Может, нам нужно будет сюда кого-нибудь заманить. Знаете, в этой игре не очень сложно. Не очень легко, точнее, заманивать кого-то. То есть, я помню, ну, в каких-то там играх, в принципе, Эрсия. Или в других каких-то играх, когда... Когда нужно какой-то колонне заманить босса, чтобы несколько ударов нанести, чтобы под тяжестью стены или еще чего-то убивать боссов в игре, да? Либо... Ну, то есть, есть какая-то очередность в сражении с боссом в играх. Или в ловушку, или закрыть захлопную дверь. То есть, есть в играх. Такая тактика. Здесь это будет довольно сложно. Довольно, подчеркивают, сложно. Знаку склицания. Очень сложно, наверное, надо было сказать. Надо сказать просто, а сложно этим не описать словами. Это. Ну, собственно, я поэтому и играю на легком уровне. Ну, я не знаю. Вообще закрыто. Опять обход. Как мне попасть обратно? Так, в другой конец идем. Правильно, что ли, а? Что делать-то, а? Я же прошла через эту дверь. Что делать с ней? Нет, здесь ничего больше не отмечено. Подождите. Есть еще один туалет. На втором этаже, что ли? Написано в женский туалет. Надо зайти. Давайте тогда поднимемся наверх. Здесь есть лестница. Которую я не вижу. Как видите, там должна быть лестница. Но, блин, у нас с другой стороны. Правильно найду. Опять неправильно. Как это странно. Почему-то я опять возвращаюсь. Потому что здесь все перевернуто. Вот. Теперь я иду в ту сторону, в какую нужную. Через класс надо мне пройти, да? Да. Да, все правильно. Выходим. Эти туннели. Так, да, все. А, нельзя тогда выходить. Так, что это такое? Еще патроны нашли. Телефон. Кажется, телефон сломан. А этот? Нет, этого я не видела еще. Не знаю. Мне сказали, телефон сломан. Знаете, я не сильно расстроилась. Я бы не хотела, чтобы он звонил. Вот я только что об этом подумала. Ну, в фильмах ужасов часто так делают. Алло. Папочка, спаси меня. Папа, где ты? Шерил. Шерил. Ладно, буду правильно говорить, как он. Это был голос Шерил. Но как мне ее найти? Шерил. Ох уж, этот бомбийский акцентик. Мы почти у лестницы. Нам нужно подняться на второй этаж. Да и неплохо было бы сохраниться. Здесь только одна комната с храняшками. Не знаю, как можно было. Вот так вот бегать, бегать. Наиграешь тут, а потом... Потом... Через класс надо пройти. Суп с котом. Тут явно мы не были. Наиграешь тут всего, насобираешь дробовиков. Тебе потом... Это все заново делать. Ну вот я просто это предвидела. Еще патрончики. Пистолету. А мы берем патрон к пистолету, потому что у меня в руках пистолет. Может мне надо было взять дробовик, потому что... Мне кажется, патроны для дробовика очень ценны. Так, подождите, я что, обратно вышла? Я обратно пошла. Мне надо к женскому туалету на втором этаже попасть. Опять мне через ту дверь вышла. А как так получилось, я же обошла комнату. Я заблудилась. Я же отсюда пришла. А тут еще одна дверь есть. Да все правильно, надо через открыть. Нет, погодите, я опять не туда пришла. Ну давайте попробуем обойти. Вот сейчас прямо и направо. Через коридоры. Попробую с другой стороны обойти. Я что-то заблудилась. Можем так выйти? Нам придется сейчас весь коридор обойти, но я сейчас так сделаю. Наверное, я так смогу и сделать. Пробуем. Закрыто. Если, конечно, мне игра позволит. Нет, она не хочет, чтобы я шла этим путем. Умная нашлась, да? Иди так, блин, этими кренделями. Не знаю, как там выйти. Как-то странно получается. Подождите, может через этот класс? Да что тут все закрыто-то? Пустите меня куда-нибудь. Что заклинило? Ну как выйти через этот класс? Там везде тупик. Блин, а тут? Не знаю, как обойти ее. Не понимаю. Через эту дверь, что ли? Подождите. Уйди, да. Сейчас рассмотрим. Куда мы вышли с вами? Через другой класс. А, ну да, все правильно. Через этот класс можно идти. Так, мне не нравятся эти дурацкие... О, еще патроны. Дурацкие звуки. Ой, ребят, как я буду без вас играть одна в комнате. Вторую часть проходить. Здесь немного дробов... Ох, патронов. Нам эти патроны пригодятся. Почему-то ни один шкафчик мы обыскать не можем. Хочется найти там что-нибудь. Хотя, по идее, чего здесь лишних вещей нагружать? Потом думать, куда их использовать в первой части. Знаете, это даже к лучшему. Нет, здесь, наверное, будет тупик, если мы выйдем. Наверное, надо через вот эту дверь выйти. Да, наверное... Нет. Ждите, нет, нет. Не через эту дверь надо выйти. Я не знаю, я заблудилась. Или через эту. Мы выйдем в коридор, а там будет опять стена. Я не знаю. А, ну да, все правильно. Это эти помощники из церкви. Бабонька. Там страшная сатанистка. Сект... Секты... Сектанистка. Кстати, вы обратили внимание, как религиозных людей гордыня превращает еще в больших порождение тьмы, да? Чем человек даже, который, ну, по чуть-чуть грешит. Ну, среднестатистический человек там обманывает. Ну, может, там, позавидовать кому-то, еще там какие-то качества, да? Не самые приятные. А гордыня, она, вот, ослепляет человека, и он фанатически думает, что он чист от той тьмы, которую видит в каждом человеке, а сам полностью поглощен этой тьмой, да? То есть это как раз пример, вот. Один из примеров. Что-то явно оттуда выбралось. Что делать с человеком гордыня, которая ослепила человека, и не в ту сторону опять и думает. Ну, это вот как раз религиозный эгрегор поглотил человека. Ну, фанатизм. Ну, а что верит человек? Он не воспринимает совершенно что-то другое, что уходит за рамки того, во что он верит. Поэтому каждый человек, как я уже много раз говорила, варится в свои субъективные реальности и отталкивается только от нее. И он думает, что за грани этой субъективной реальности не существует ничего больше, кроме того, во что он верит. Поэтому эта реальность как бы и вырисовывается, исходя из того, что верит человек. Так, ну, у меня столько сил нужно было, чтобы выйти сюда. Наверное, все-таки надо идти туда. Там, кстати, какой-то повешенный, пригвозденный к чему-то. Как-то вообще странно, там же стена. Опять же, здесь, наверное, уже не кошка. Мы находимся на складе. Помните, кошка оттуда должна была выбраться? Я думаю, что здесь что-то страшное. И здесь не кошка. Там проход в параллельный мир. Внутри ничего нет. Пока нет. Сейчас мы будем уходить, что-нибудь оттуда вылезет. В шкафчике нет ничего. Я не помню. Да, 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 да. Я хотела сказать, насколько предсказуема или непредсказуема эта игра. Я, кстати, вздрогнула очень сильно. Душа в пятки ушла. Это чувство, оно как будто душа на пару секунд отделяется, да, тело. Это как астральный выход. Если кто переживал такое осознанно, неосознанно или читал про это. Вот примерно то же самое. Когда на американских горках катаешься, если резкий спуск вот этого чувства. Или когда падаешь, если кто там с тарзанкой прыгал или с канатной веревкой, или еще любит экстремальные виды спорта, тот, кстати, там что-то выпало. Тот понимает, наверное, о чем я говорю. Как раз такое же чувство. Очень часто бывает, когда ты спишь, у тебя ощущение падения. Как раз то же самое. Если кто верит, когда душа как раз таки отделяется от тела. Неосознанно. А там что-то лежит, я думаю, это ключ. И, кстати, он не хотел брать. Мне несколько раз пришлось обойти ключ от библиотечного фонда. Мне пришлось несколько раз обойти, чтобы с этой квадратной графикой наш персонаж, Гарри, по-моему, его зовут, смог взять этот ключ. Он нам явно пригоняется. А почему-то здесь должен быть туалет, наверное. По-моему, туалет. А, это раздевалка. Почему? Как мы здесь оказались вообще? Что-то вообще не понимаю. А я там вообще пройти не смогла. А мы сейчас идем... Подождите, на выход. А здесь еще подчеркнуто... Сейчас нам в библиотеку надо. Подождите, а где я сохранялась? В медпункте. Он на первом этаже, да. О, мне пилить надо туда. Я хотела еще в женский раздевалку, в туалет зайти. Почему-то я не могу туда зайти. Туда не пускают. Давайте еще раз попытаем счастье. Сейчас какую дверь так... Не понимаю. Это какая-то дверь. Ну, вообще, можно сейчас прямиком идти в этот фон библиотеки. Там перегорожена стена. И как туда выйти, я не понимаю. Эта дверь закрыта. Можно идти только через эту. Но через класс мы не можем попасть в туалет. Явно там нет входа. Я не понимаю. Почему тогда там стрелочка показана? Ну, я вообще не понимаю ничего по этой карте. Особенно в этом измерении. Астральном. Сэланс Хиллским. Астральное измерение это. Наверное, самое нижнее. Что называют адом. Ладно, пойдем. Хотел сказать, пойдем в себе библиотеку. Но... Тут все закрыто. А, нет, я не могу попасть. Мне надо обходить с другой стороны. Подождите, а там есть проход? Да, с другой стороны надо обходить. Блин, как же это долго. Пусть каким-то образом я все равно так или иначе могу искать путь с другой стороны. Я уже всеми возможными путями только не прошла. И вот тебя сразу не увидишь так, чучело. Брючело. Что-то обновилось после того, как мы с вами нашли ключ в библиотеке. Так. Давай на выход через другую дверь. Ну, через эту. Да, блин, кривой рукой тут помечено, куда нам надо идти. Это эти стрелочки. Входы заблокированные. Подожди, нам надо через внутренний класс пройти. Как ты хочешь выйти отсюда. Опять я запуталась. Да... Почему? Выпустите меня. Через эту дверь. Мы должны попасть в другой класс. Только через него мы и можем внутри попасть. Так. Ну, к выходу. И через эту дверь мы должны с вами выйти. И как раз попасть в другой коридор. Если нас опять не обманет игра. Я заблудилась тут. Я не знаю, как пройти в женский туалет на втором этаже. Там все закрыто и я не нашла дверь, которая туда может нас провести. Заходим с вами на склад, да. Первая дверь надо проверить, она закрыта. И по карте химическая лаборатория тоже нужно ее проверить. Она теперь тоже закрыта. Ну и следующая дверь та, которая нам нужна. Нагнетает немножечко обстановочка. Библиотека. Да, используйте. Тут опять кого-то мочили, как мы видим. Тут какая-то книга. Ну. Она не хочет взаимодействовать, не берет. Ничего не берет. Так, берем аптечку. Я слышу что-то стучится. Я подумала, что это у меня может быть за окном. Так как я в наушниках, всякое можно подумать. Потому что когда я в наушниках сижу, играю, я могу вообще не услышать какие-то подсторонние звуки. Если даже кто-то ко мне в комнату зайдет. Сейчас просто никто ко мне в комнату зайти не может, так как я одна дома. Эти книги мне без нужды. Так, ну по-любому какая-то книга должна быть более важной, чем все остальные. Не хочешь поделиться мыслями по поводу повешенных? Или пригвозденных к стене? Ну, тут книги есть, он ни одну не берет. Не хочешь ничего брать. Тут есть дверь еще одна. У меня даже что-то это... Ладони не вспотели, но и какой-то мандраж немножечко. Эта игра, конечно, дает жару. Услышал я это, охотник взял лук и стрелу и сказал, я убью ящера. Но прежде чем вступить в бой со супостатом, он встал подаль и закричал. Дразня врага, мне не страшен старый ящер. Вот, услышав эти слова, ящер зашипел и... Я проглочил тебя одним махом и ринулся на смелого охотника, широко разину в пасть. Этого-то я и ждал, охотник. Спокойно натянув лук, он выстрелил прямо и... Разверстую пасть, трошилища и стрела. Беспрепятственно пролетев мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку и ужасный ящер пал на земле мертвым. Это из старой волшебной сказки, помню, я ее читал, тогда был маленьким. Я такую сказку не читала про злобного ящера. Может, это из серии, там, Змей Горыныч? И убил он ящера? Или трехголового змея? Или что-то в этом духе? Нет? Ну, и ящеры, и драконы частые гости злодея в сказках старинных сказаниях и легендах. И тех сказках, которые, может, ими сказки. Просто переписаны из древней и потом преподносились нам как сказки. Все вполне вероятно. Больше вероятно, чем невероятно. Подождите. И через другую дверь вышла. Сейчас я куда-нибудь уйду. Не туда. И потом пожалею об этом. Не хочу далеко уходить. Вот я смотрю по прохождению. Нужно подняться на крышу. Я вот сама бы даже не подумала, что нам делать на крыше, по идее. Просто блуждать и изучать каждую комнату. Но в квестах и в играх современных это делать интересно, да, по той причине, потому что мы собираем много лута. Всякие предметы интересные могут попасться, помимо важных. То есть, еще для прохождения или лечилки какие-то, может быть, мекстуры самодельные или еще что-то там, не знаю, улучшение оружия. Здесь много всяких вариантов для игры. А здесь, так как у меня крыша не помечена, я бы сама даже и не подумала туда подниматься. А по игре я нашла такую вещицу. Я ее не нашла. Исцеляется быстрее, эффект ампулы быстро исчезает. И я не взяла какой-то камень, и мне надо теперь вернуться. Смотрите, резиновый мяч мы взяли, у меня есть в инвентаре карточку. Желтую мы использовали на дверь, то есть зашли в нее и попали, по идее, в другое измерение. В приемной мы были, то есть как раз эта странная картина в приемной. В туалет мы заходили, дробовик взяли, патроны тоже собрали. На второй этаж я зашла, но в туалет попасть не смогла. Но по идее там ничего важного не должно быть, только патроны опять же мы могли найти там. Телефонный звонок мы с вами слышали по игре. Давайте попробуем подняться на крышу, я не знаю. У меня нету предмета, который необходим для прохождения. То есть здесь спуск вниз, и нам нужно с вами припасть к лестнице наверх. Через эту дверь. Она теперь открыта, мне говорят. Мы с вами идем по коридору. И выходим с вами через эту дверь. Идем на крышу. У меня нет предмета важного. Опять какие-то повешенные. Появилась дверь. Здесь какой-то знак. Треугольник. Опять треугольники эти страшные. И здесь тоже. В игре. Везде повешенные. Что-то такое. Можно взаимодействовать. Видите ли, дренажная система. Ничего особенного. Он красным выделен, я думаю, ты его покрутишь. Через этот камень мы должны увидеть что-то, что он не видит обычно зрением. Понимаете? А где его взять? Где взять этот камень? Надо бежать за ним опять. Но в инвентаре-то у меня его нет. Потому что без этого камня, судя по всему, пройти мы не сможем. То есть, вспомнится, когда мы с вами установили два медальона. И на часах показывала 5 утра. Мы спустились с вами в подвал. Да? Через лестницу. Потом, когда вышли в центр, где двор, где дворик школьный, да, там был какой-то рисунок оккультный. После этого школа изменилась, и мы с вами вот уже через ржавые решетки путешествуем. В другом измерении. Так, на складе мы были. Резиновый мяч взяли. Карточку желтую тоже. Может быть, я не с той стороны вышла через дверь. Та, которая открыта. Мы использовали желтую карточку. Может, я не в альтернативной реальности. Просто, когда через нее выходишь, выглядит все то же самое. То есть, я не увидела каких-то изменений. Просто, как будто мы зашли и вышли опять же через нее. Какой канальный камень. Чего это такое вообще? Может, это не предмет в инвентаре. Может, это какая-то статуя. Что-то здесь. Именно на самой крыше мы должны увидеть, с чем взаимодействуем. Я не знаю, что это такое. Не понимаю. Ничего не говоришь мне. Сейчас ничего особенного. Кровь тут. А, вот там. А, вот канальный камень. Думаю, что канальный камень. И вот здесь это. Какая-то дыра в полу. В крыше. Канальный камень. Блин, что такое? Ну, знаете, можно о чем угодно подумать. Здесь всякие ритуалы проводят. Канальный камень. Открываем канал какой-то. Еще в один параллельный мир. Что угодно можно подумать. Тут застрял ключ. Ну, застрял ключ. А как нам его оттуда вытащить? Я подходила сюда, к этой окровавленной плите, и он не хотел взаимодействовать. Только с третьего раза. Еще должна быть одна дыра. Какую другую? Значит, не вижу. А, вот эту, да. Что значит ничего особенного? Бери. Да, использовать. Головоломки-то, а. Все сказать на ночь глядя. Нет, не на ночь глядя. Крутим, вертим. Получаем ключик. Я была уже в библиотеке, и читали мы сказку про ящера. Надо ключ взять. Мне как раз таки была занята тем, что искала, что надо делать дальше. Куда надо спуститься-то? Ну, надо спускаться на первый этаж в самый низ. Ну, в подвал, что ли, надо спуститься. Так, нам с вами надо спускаться в самый низ на первый этаж. Только давайте сначала сохранимся. Что-то я так много наиграла. Что даже жаль будет потерянного. Результат. Выходим. Теперь выходим здесь. Так, вот медпункт. Сохраняемся с вами. Сохраняемся и Машу. Так. 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 Так.